Прежде всего, конечно, нам хотелось получить, и мы получим, хороших студентов. И мы их обязательно получим. Я уже, наверное, надоел с тем, что я всегда говорю одно и то же. Я говорю, что студенты Петрозаводского университета самые лучшие в мире. Действительно, ректору Воронину есть чем гордиться. Всех конкурсов, олимпиад и турниров, в которых студенты Петрозаводского университета занимают первые места, просто не счесть. Из всего бюджета вуза, а это 2 миллиарда 200 миллионов рублей в год, университет сам зарабатывает 300 миллионов. Это привлеченные деньги грантов и разных программ. Сейчас университет взялся за масштабный проект создать совместно с компаниями Intel, Polymedia и Lego Центр научно-технического творчества молодежи для студентов и школьников. Ребята могут сначала слушать лекции по изобретательству, по робототехнике, по программированию и так далее. И так далее. Значит, их сначала учат, затем их объединяют в команды, дают им решать задачи уже конкретные. Они разрабатывают свои варианты решения. Ну и вот такой цикл постоянно повторяется. Большие суммы вуз тратит на ремонт изданий. В этом году около 200 миллионов будет потрачено на ремонт учебного корпуса. Здание бывшей педагогической академии. Она недавно вошла в структуру вуза. Полностью обновлено издание общежития на улице Герцена. В этом году будет реконструирован и стадион. Спросили ректора и про зарплаты преподавателей. Воронин сообщил, что жалование было повышено согласно майским указам президента. Могу сказать, что эти значения, по прошлому году, это должно было быть для преподавателей не менее 125% от средней по региону. Могу сказать, что мы ее не только выполняем, но и перевыполняем. Не избежал университет оптимизационных процессов нынешнего времени. Ежегодно приходится сокращать примерно 5% преподавателей. По словам Воронина, это связано с сокращением количества студентов на гуманитарных кафедрах. С каждым годом в вузе становится все больше иностранных студентов. Особенно полюбили медицинский факультет студенты из Иордании. 50 человек из этой страны уже учатся и планируют поступать еще около 200 молодых людей. Ну а главные юбилейные мероприятия пройдут в университете в конце сентября. Список событий внушительный. Фестиваль интеллектуальных игр и 3D-моделирование, парламентские дебаты и русские народные игры. Плюс к этому масса событий, которые придумывают к празднику университета сами студенты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова